Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 10 сентября и обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. На линии фронта за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных удара и 40 авиационных ударов. Совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам на глубине досягаемости своих вражеских огневых средств. Сегодня ночь прошла тоже неспокойно. Опять была дроновая атака. Кстати, сегодня я вам приведу статистику по дронам в следующем разделе этого видео. Она довольно настораживает, если честно. Так вот, по уточненной информации командования Воздушных сил Украины, сегодня ночью противник атаковал Украину 33 ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131». Атака производилась с северного направления, из района города Курск. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было сбито 26 вражеских беспилотников. Основная масса была, они рассредоточились по северо-восточным областям, но основная масса была направлена на Киев и Киевскую область. У нас опять небо над Киевом, всю ночь практически горело, шел бой с этими беспилотниками, но слава богу здесь все было сбито. Есть пострадавшие в Киеве, к вечеру уже было четверо пострадавших, один госпитализирован, трое отделались. Это в результате падения обломков, повреждены машины, троллейбусы, линии электропередач троллейбусные и несколько жилых квартир. Опять же, обломки попали в стекла, двери, балконы и так далее. Далее, авиационные удары, которые наносил враг, в основном распределялись по населенным пунктам и Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Это имеется в виду те удары, когда враг наносят именно по гражданским объектам. Под артиллерийским огнем противника оказалось более 45 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонские области. По оперативным направлениям ситуация сложилась следующим образом. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения отвода наших войск или перебрасывания или снятия наших войск с государственной границы на другие угрожающие направления. В районе ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица, это Купинское, Лиманское и Бахмутское направления, тут оккупанты продолжают пытаться прорвать нашу оборону, они продолжают атаковать, хотя мы стараемся навязать инициативу, насколько это возможно. Все попытки врага хоть как-то продвинуться вглубь нашей территории, они безуспешны. Все атаки отбиваются, попытки атаковать наши позиции были в районах Берестова, Орехова-Васильевки, Богдановки, также продолжаются довольно жестокие бои в районе Клещеевки. Она почти под нашим контролем, осталось там совсем немного, но противник старается удержать этот населенный пункт любой ценой, не считаясь с потерями. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, это Авдеевское, Маринское и Бердянское направления, тут силы обороны продолжают удерживать инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и постепенно метр за метром освобождают, отвоевывают нашу территорию. В частности, наши силы обороны отразили около 15 атак врага в районе населенного пункта Маринка и силы обороны Украины заняли часть населенного пункта Опытное. И смогли там закрепиться. Если ранее сообщалось, что Опытное в серой зоне, там идут боестолкновения, то сейчас уже появилась информация о том, что наши войска зашли в Опытное и им удалось там закрепиться. Ну опять еще раз же говорю, что несмотря на то, что Опытное в принципе находится на, ну будем так говорить, на направлении, на Донецком направлении и там дальше можно продвигаться, там уже даже померили и опубликовали карту, что от Опытного до Донецкого аэропорта буквально 2 километра, ну тем не менее, а Донецкий аэропорт это окраина города Донецк. Но тем не менее, я бы пока не возлагал тут большие надежды, потому что удалось зайти в село и закрепиться, это очень хорошо. Пока что дальнейшего продвижения, ну я не ожидаю, во всяком случае на этом направлении. Далее, на Мелитопольском направлении, тут силы обороны Украины ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позициях и вот за прошедшие сутки продвинулись на полтора километра в районе населенного, южнее населенного пункта Работина. Вот, ну основные бои идут между Новопрокоповкой и Вербовым. Пока что, и там, и в районе Вербового тоже у нас есть продвижение. Вот, мы движемся потихонечку вперед и я так понимаю, что штурмовать пока вербовое особенно мы не начинаем, там идут активные боевые действия. Ну, вполне возможно, наши войска предпримут такой маневр, как обход населенного пункта. Враг очень много стянул, вот на это вклинение наших войск, очень много стянул своих подразделений отовсюду, где только можно, я уже вам это рассказывал. Все воздушно-десантные дивизии там находятся, две штатных, две, ну таких, одно название, что они десантные, а состоят из пехотных полков. Вот, но тем не менее, войск очень много, и барсики там воюют, и другие войска, и территориальные войска Рашистской Федерации тоже там воюют, очень много нагнали. Ну, тем не менее, наши войска продвигаются вперед и пока что врагу, слава богу, не удается остановить продвижение наших войск. Да, оно, конечно, не такое быстрое, но тем не менее, оно есть. Далее, Херсонское направление. Тут силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, продолжают уничтожать составы противника и наносить успешное поражение по тылам, на всю глубину досягаемости наших огневых средств. А это имеется ввиду и как беспилотники, так и те же реактивные системы залпового огня, плюс крылатые ракеты, которые есть в нашем распоряжении. Сегодня на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение вот этих незаконных выборов председателей и депутатов местных советов. Я уже говорил, что избирательные комиссии все мы знаем, списки всех есть, ну а те, кто выдвигается на этих местных советах, это фактически люди, которые подписались под уголовным преступлением и будут отвечать в уголовном порядке перед законом Украины. Точнее по законам Украины перед нашей страной. Так что, тем более, что мы прекрасно понимаем, что у этих местных советов не будет никаких полномочий. Это такое театрализованное будет шоу, попытаться легитимизировать захваченные территории России в очередной раз попытается. Кстати, Азербайджан уже выступил первым, что выборы не признаются на оккупированных территориях. Ну, для них эта тема очень актуальна. Они не хуже нас знают и понимают, что это такое. Поэтому, вот такая вот ситуация. Поэтому, сколько бы они не проводили эти выборы, перед этим был плебисцит с присоединением типа референдум, это все равно никак не повлияет ни на статус этих территорий, ни на политическую ситуацию в мире относительно этих территорий. Далее, командование силы обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско. Там, кстати, очень интересный момент. На избирательных участках вручали повестки. То есть, те, кто приходил на участок, и проголосовать же можно только с российским паспортом, и мужское население, которое приходило с российским паспортом на эти участки, тут же получало повестку в военкоман. А это означает, что их могут мобилизовать в любой момент. И, скорее всего, мобилизуют. Потому что для России очень важно, сейчас у них огромные проблемы с укомплектованностью личного состава. Как бы там ни было, но вопрос мобилизации они прощелкали. Спасибо Шойгу, надо отдать должное. И сейчас у них образовывается большая дыра между потребностью фронта и возможностью мобилизационной системы Украины или военкоматов отмобилизовать необходимое количество людей. На добровольно-принудительной основе не получилось, значит, будет авральная мобилизация. И этого все ожидают. В конце сентября планируется объявить. Цифра колеблется очень разная. Посмотрим, какую объявят. Далее. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме этого, противовоздушной обороны были уничтожены 3 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 6 районов огневых позиций артиллерии и врага. 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и техники противника и 1 состав горюче-смазочных материалов противника. Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки составили 490 оккупантов, в технике и вооружении в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц, артиллерийских систем 22 единицы, реактивных систем залпового огня 3 единицы, средств ПВО 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 5 единиц, автомобилей 40 единиц, специальной техники 2 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Купенска до Херсона. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая тоже продолжает быть насыщенной событиями. И на полях саммита, кстати я не критиковал саммит, в комментариях пишут, что не понравился саммит. Саммит как саммит и в принципе самое главное, что они сказали, я понимаю, что от них там разношерстная компания, 20 стран плюс приглашенные, у каждого свое мнение по нашему вопросу, по нашей войне. Это мы здесь видим все здесь со своей колокольни и понимаем всю ситуацию, партнеры наши многие понимают эту ситуацию, поэтому и поддерживают Украину. Ну некоторые страны, которые находятся далеко, считают это или видят это совсем по-другому. Но тем не менее, согласованная, я уже говорил, итоговая декларация, самое главное там отмечено это территориальная целостность и суверенитет Украины, а это значит полный вывод расширских войск в территории Украины. Как он произойдет? Политическим решением будет отдан приказ войскам из РФ, либо мы их разгромим на поле боя и они отступят за пределы нашей страны, это уже определит само поле боя. Сможем мы их разгромить или нет? Я надеюсь, что сможем. Так вот, на полях саммита происходит еще много очень событий и одно из таких событий очень знаковое. Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Европейский Союз объявили о заключении многонационального соглашения в области железнодорожных и портовых перевозок. Об этом в совместном заявлении сообщается премьер-министром Индии Моди вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин Салманом и лидерами Европейского Союза. Что это за соглашение? Это соглашение имеет целью противостоять китайской инициативе «Один пояс, один путь» и активизировать торговлю между Индией, Ближним Востоком и Европой. И создать современный шелковый путь. То есть Индия создает собственный шелковый путь из своей страны на Ближний Восток и Европы. И этот шелковый путь должен соединить регионы, на которые приходится около трети мировой экономики. Ожидается, что данное соглашение ускорит торговлю между Индией и Европой или увеличит торговлю между Индией и Европой как минимум на 40%. Кроме того, Израиль и страны Персидского залива обсудили предложение Соединенных Штатов по улучшению наземных торговых путей между странами Средиземноморья и Персидского залива. Интересно, что несмотря на заметное сближение Китая с Саудовской Аравией и участие в деэскалации отношений с Ираном, Китая, между Саудовской Аравией, он участвует, пытается участвовать. Правительство Саудовской Аравии приняло решение присоединиться к этой инициативе и заниматься вопросами развития нового шелкового пути. Обращаю внимание, опять, кстати, Китай же один пояс, один путь строил через страны Азии, Турцию и так далее, и даже Украина рассматривалась как часть маршрута, но в обход территории РФ. И тут то же самое, Московию обошли на повороте и этот шелковый путь будет проходить минуя территорию РФ. Вот такая вот инициатива. Ну и вместе с итоговой декларацией появилось еще заявление о том, что страны Ж-20, то что я вам сказал, они объявили мы вне политики. То есть это экономический форум, который решает экономические вопросы. Хотя сегодня, по-моему, нельзя быть вне политики. Тут как в том печальном анекдоте, когда везут заключенных в концлагерь, и один другого спрашивает, в какой концлагерь нас везут. Вы не знаете? Он говорит, нет, я политикой не интересуюсь. Вот здесь точно так же, вот эта фраза, мы вне политики, на Ж-20, она примерно так же прозвучала. Нельзя сегодня не интересоваться политикой, развивая экономику. Экономика без политики не может двигаться вперед. Так вот, страны Ж-20 согласовали декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. С одной стороны, в ней осуждается применение ядерного оружия и нарушение суверенитета стран. То, что я вам сказал. С другой стороны, говорится, что конфликты должны решаться с помощью переговоров. И вообще, организация далека от политики. А если использовать точную формулировку, то Ж-20, они написали так. Ж-20 не является платформой для решения геополитических проблем. Вот так вот они открестились от этой войны. Помимо этого, лидеры стран блока призвали обеспечить беспрепятственный вывоз продовольствия и удобрений, как из Украины, так и из России. Вот такое вот заявление, точнее, вот такое дополнение к итоговой декларации, которую я вчера зачитывал, основные пункты этой декларации, они сегодня объявили. Я так понимаю, что кто не хочет заниматься политикой, к тому политика придет сама. Никуда они не денутся. Все равно придется определяться, с какой стороны баррикады они находятся. И как им и с кем им действовать дальше. Далее, вот вам говорю, что скажу. Россия на сегодняшний день, наша разведка сообщает, украинская разведка сообщает, что Россия сосредоточила на наших временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, более 420 тысяч военнослужащих. То есть 420 тысяч сегодня находятся на нашей территории. Но это не говорит о том, что они все на линии фронта. Это и Крым, включая, и тыловые гарнизоны, и Росгвардия сюда включается, которая находится на оккупированной территории и выполняет функции карательные, правоохранительные для наших граждан. И подменяет собой правоохранительную систему Украины, пока эти территории оккупированы. Но тут было еще одно дополнение в конце. Это говорил у нас заместитель начальника главного управления разведки Минобороны, Вадим Скибицкий, давал такую информацию. Он сказал, что Российская Федерация на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса «Эскандер» вдоль границы с Украиной. Да, это очень много. 46, я согласен. Дальность «Эскандера» до 500 километров. Также «Эскандер» может применять еще и крылатую ракету, этот комплекс, и тогда дальность его увеличивается до 1500 километров. То есть они покрывают всю территорию Украины. Но я посмотрел статистику, и там на март месяц текущего года у них оставалось менее 144 ракет к комплексу «Эскандер». Даже с учетом того, что до 10 ракет в месяц они могут производить, за 5 месяцев 50 ракет, ну где-то порядка должно быть 190 ракет. По 3 ракеты на пусковую, чуть больше, по 4 ракеты на пусковую установку. Вот такая вот интересная статистика получается из той развединформации, которая опубликовала, точнее, наше главное управление разведки. А теперь статистика по дронам. Смотрите, за 10 дней сентября месяца, вот сегодня 10 число, Рашистская Федерация применила по нам 168 иранских дронов «Камикадзе» «Шахет-136». Это больше, чем за весь август. В августе было 167 дронов, на один меньше, за целый месяц. И немногим меньше, чем за весь июнь. В июне было 197 дронов за месяц. Суть вопроса в чем, что сейчас основные удары по югу Украины, конечно же, ну и по центру, имеется ввиду по Киеву и его окрестностям. Так вот, в России были на днях озвучены, однако, дело в том, что Иран, в России были озвучены планы о том, чтобы производить до 6000 шахетов в год. 6000 шахетов в год. Это примерно 500 шахетов в месяц. Такого количества даже не может производить Иран сегодня. А у них производство налажено и уже давным-давно. Сама же Россия до полномасштабного вторжения имела около 2500 дронов разного типа. На налаженном производстве барражирующих боеприпасов типа Ланцет таких объемов выпуска даже близко нет. То есть там они десятками выпускают в месяц, но не сотнями. Поэтому тут, по имеющимся данным, Россия не имела возможности за лето открыть крупносерийное производство Шахет-136, которое превышало бы производство уже имеющихся образцов беспилотников и барражирующих боеприпасов типа Ланцет. Но предварительный показатель за сентябрь настораживает, если честно. И вывод можно сделать неутешительный в том плане, что это могут быть китайские шахеты. Сборка может быть китайская. Так что Китай вполне возможно мог подключиться, это предположение мог подключиться к поставкам этих дронов в Российскую Федерацию. Потому что Иран по своим производственным мощностям не тянет такое большое количество сборки в месяц, что за 10 дней 168 дронов уже прилетело по нашей территории. Ну и надо еще отметить, что очень много разговоров по поводу того, что Атакмс, Атакмс, некоторые говорят уже едет в Украину, Атакмс вот-вот должен появиться. Дело в том, что да, правда, по многочисленной информации, которая подтверждается с разных источников, решение о передаче нам оперативно-тактических ракет к комплексам МЛРС типа Хаймерс и М270 Атакмс, это решение лежит в Белом доме. И осталась только одна подпись, это Джо Байдена, для того, чтобы эти ракеты пришли в Украину. Запас этих ракет необходимый, там, несколько, больше тысячи, что там, по-моему, полторы тысячи этих ракет находятся на складах в Соединенных Штатах Америки. Плюс сейчас Соединенные Штаты испытывают новую ракету для этого комплекса, она чуть больше, чуть дальше, она на 500 километров, это на 300 летит, та будет лететь на 500, поэтому, в принципе, они, закончив испытание, могут поставить ее на конвейер, а нам отдать Атакмс. Может быть. Но, как говорят некоторые аналитики, что проект решения может в Белом доме лежать месяцами. Поэтому я бы просто дождался, когда Байден примет такое решение, что Атакмс можно отправить в Украину. А Атакм, видите, может ожидать решения месяцами проект, который лежит в Белом доме. Хотя я скажу, что появление Атакмс очень повлияло бы, я не скажу, что коренным образом изменило бы ход военных действий, но очень сильно повлияло бы в нашу пользу, особенно в вопросах тылового разрушения логистики расширских войск и ослабления их боевых потенциалов на переднем крае. Вот такая вот могла бы появиться ситуация. Ну и теперь несколько новостей из-за поребрика. По всей России начинается топливный кризис, в чем санкции, как известно, работают. Поэтому, чтобы удержать падающий рубль, в Российской Федерации приняли решение направить все топливо за границу. В черную, в серую, неважно как, они сейчас все свои топливные мощности переключили на поставки за рубеж для зарабатывания валюты. Это, кстати, вот к разговору, почему Путин так бьется, Аки Горлица, чтобы Россельхозбанк был подключен к системе SWIFT, потому что надо через него гоняли всю валюту в обе стороны. И заводили в Россию, и выводили из России. Поэтому им так этот банк нужен. Так вот они сейчас. Но, как обычно, вот это, с одной стороны, приток валюты идет в серую, в черную. Вроде как тянет экономика войну за счет этой валюты. Худо-бедно, но тянет. Но обернулась тотальной нехваткой топлива, как для самих россиян. Кстати, еще неделю назад, даже больше, сообщалось, что на заправках в Крыму перебои с топливом. Люди стоят в очередях. Теперь вот были потом сообщения из различных регионов Российской Федерации, что там перебои с топливом. Но началась уборочная кампания, и топлива нет. От слова совсем. Убирать нечем. Все топливо ушло на экспорт для зарабатывания валюты. Так что, некоторые аналитики, российские, кстати, предполагают, что вот сейчас, сегодня пройдет, это же всеобщий день голосования. И в Российской Федерации идут выборы в местные советы, и они там голосуют у себя в этот день. Так вот, предполагают, что после выборов Центробанк России может отпустить рубль в свободное падение. Сейчас там глава Центробанка, она вывела рубль на отметку опять 93.96. Они убрали цифру 100, потому что перед выборами это сильно раздражает электорат. Ну, посмотрим, что будет после выборов. Но, что бы там ни говорили, отпустят рубль или не отпустят, но проблемы с топливом на заправках уже есть. А на уборочную топливо практически нет. Так что, Россия может еще остаться и без урожая. Ну, и еще один такой вишенка на торте сегодня будет. Такая интересная новость, что Европейский Союз вводил санкции. Были несколько случаев применения этих санкций, которые заканчивались таким инцидентами с конфискацией имущества. Так вот, это, кстати, касается, кто слушает меня из РФ, так я вам сразу говорю, что Европейский Союз запретил гражданам РФ ввозить на территорию Европейского Союза смартфоны, личные автомобили и даже шампуни. Причем, неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Если оно зарегистрировано в России, оно попадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт, то есть конфисковываться. Также запрещено ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и зубные пасты. И причем, если раньше это действовало, начинала действовать вот эта санкция по ввозу товаров, запрету ввоза товаров из России, начинала действовать в Германии, и было вот то, что я сказал, несколько инцидентов, в плане, что конфисковывали, останавливала полиция и отбирала автомобили на российских номерах. Некоторым удалось через суд вернуть эти машины, а некоторым не удалось, остались без машин. Так вот, теперь Евросоюз четко и ясно сказал на въезде для граждан РФ полный запрет на ввоз всего. Я не знаю, что тут осталось еще. Нательное белье только не указано. И верхняя одежда. Это все, что можно ввести в Европейский Союз. Все остальное запрещено. Даже косметика и туалетная бумага, и шампуни. Вот такая вот зубная паста. Так что вот такую вот санкцию ввел Европейский Союз. Я единственное не смог найти, с какой даты она начинается. Вполне возможно, что с момента оглашения. Оглашение уже произошло. Значит, на таможне сейчас будут это все конфисковывать, как запрещенный импорт. Вот такая вот, в общем, сложилась военно-политическая обстановка. На этом мы первый раздел нашего с вами видео закончим. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Следующий. Ответьте, пожалуйста, почему украинские войска не могут уничтожить расширские эскандеры, которые стоят вдоль границы и самолеты, которыми атакуют Украину. Ну, самолеты мы не можем достать, потому что они находятся на большом удалении. Сразу скажу, они прилетают сюда, загружаются, наносят удар и опять улетают на аэродромы, либо в глубину страны, либо... Ну, в основном на север. Они на севере их держат, чтобы мы туда не достали. И туда мы действительно не достаем. Поэтому мы не можем их уничтожить. Средств борьбы с авиацией, они не подходят близко к границе. Пуски ракет осуществляются с глубины территории РФ. Поэтому достать их нам нечем. Что касается эскандеров. Дело в том, что в качестве альтернативного примера я приведу вам... Видите, что расширские не могут уничтожить наши комплексы ПВО. Как вы думаете, почему? Потому что они мобильные. Они постоянно меняют место позиционные районы. То же самое эскандеры. Это мобильный комплекс. Он может где-то прятаться, а потом он переезжает. Потом он загружается ракетой, выходит на стартовую позицию. Никто не знает, где стартовая позиция, откуда они будут делать пуск. Делает пуск и уезжает. Очень тяжело. Это надо, чтобы разведка, либо агентурная разведка ногами прошла и подтвердила, что здесь... Причем они же не стоят долго на одном месте. Это не так, что он встал в лесу и трое суток там стоит. Нет. Если он там будет стоять трое суток, то мы его там достанем. Вот поэтому это большая проблема. Когда комплексы мобильные, проблема с их уничтожением. Его надо поймать. Для того, чтобы уничтожить. Поэтому мы не уничтожаем эти комплексы. Тем более, что их сосредоточение объявлено буквально только сегодня нашей разведкой о том, что они в таком количестве 46 пусковых установок размещены по периметру нашей границы. Доброго дня. Питание. Чи есть возможность будивать фортификационные споруды в Сумске и Чернигевске областях? Риф с крокодилами. Чтобы унеможливить захват диверсийных групп. Спасибо. Слава Украине. Судя по докладам генерала Найева, который у нас отвечает за северную границу, он этот сектор курирует, то там все это оборудуется и строится. Роются и рвы, и окопы, и проволочные заграждения, ежи, и минные поля, прикрытие государственной границы. Все это оборудуется и устанавливается. Поэтому, если это напишите местные жители, так это или не так, потому что рапортуют, что граница укреплена, но тем не менее я вижу, что диверсионно-разведенные группы идут через Черниговскую, Сумскую область, заходят и иногда совершают здесь диверсии. Наши контрдиверсионные подразделения борются с ними, чтобы не допустить их захода. Ну а вот в инженерном отношении, еще раз повторюсь, по докладам нашего руководства, военного руководства, там все строится и все наращивается, оборона. По идее, уже за такой период, я так понимаю, что граница должна быть превращена, ну как минимум, в линию Маннергейма или линию Мажино. Для того, по времени, силам и средствам, которые у нас есть на северной границе. Господин Жданов, вопрос. А какая разница, чем тянуть гаубицу на позицию? Трактором, лошадьми или вообще вручную? Главное, чтобы она выстрелила, остальное не важно. Трактор еще не худший вариант, наверное, даже самый лучший, экономичный. Трактором таскать пушки гораздо эффективнее. У них, это комментарий вам написал, у них проходимость и маневренность гораздо выше, чем у автомобилей. Кто вам такое сказал? Если вы думаете, что трактор там тянет семилемешный плуг в поле, так это еще и по ровному полю может ехать. Это еще не значит, что у него хорошая проходимость или тяговая мощь. Я вам расскажу из личного опыта историю. Мы на четвертом курсе училища артиллерийского мы получили, ну тогда это новые, новейшие были гаубицы МСТА-Б и ГИАЦИН-236. 2,65 и 2,36. ГИАЦИН-Б и МСТА-Б. Обе гаубицы 8 тонн. Что та, что другая. Длина практически 16 метров. 8 метров ствол и там столько же примерно станины. Вот. И что вы думаете? В инструкции по эксплуатации гаубиц было написано, что штатный тягач у нее Урал и КАМАЗ. Так вот, когда зацепили гаубицу за Урал, у него морда поднялась кверху. И Урал не смог поехать. Не потянул 8-тонную гаубицу по асфальту. Еле-еле. КАМАЗ еще куда не шло. Таскали мы эти гаубицы кразами. Наш украинский КРАЗ тащит и ГИАЦИН и МСТУ. Без проблем. А теперь представьте трактор. Какой же должен быть трактор, чтобы потянуть 8-тонную гаубицу на позиции? Д-30 4 тонны весит. 4,200. И я вам скажу, что у Д-30 вся нагрузка на одну единственную ось. Если у ГИАЦИН-то еще хоть 2 оси, у 2,65 одна ось. У ГИАЦИН-то одна ось. Нагрузка. И она сразу вязнет. Как только грунт мягкий, вязнет. И ничего ваш трактор с ней не сделает. Поэтому трактора во Вторую мировую войну таскали гусеничными тракторами в Советском Союзе. Таскали и то, это от того, что безысходность. А лошади, вот это худший вариант. Для того, чтобы, кстати, таскать гаубицу лошадьми или пушку лошадьми, нужен передок. Нужна передняя ось, которая цепляется гаубицей. И только в таком варианте ее могут потянуть лошади. Вот такая вот. Так что вы не правы. Трактора никуда не годятся на сегодняшний день. Да, ЗИС-3, 45, ЗИС-2, 57 мм. Д-44, Д-48 трактор потянет аж бегом. На ура. Потянет. Ну, и вот я вам привел пример гаубиц. Современные гаубицы. И их вес. А еще добавьте сюда, знаете, 84 выстрела, 265 в боекомплекте идет. То есть, это 7,5 тонн получается там примерно весит боекомплект гаубицы. Это надо загрузить в кузов. А потом еще 8-тонную гаубицу прицепить к этому тягачу. И что ваш трактор сделает? Или он будет тащить гаубицу без снарядов? Тогда кому нужна эта гаубица? Вот такая вот песня получается. Олег, много раз задавал этот вопрос, но ответа так и не получил. Так сколько же километров составляет полоса действия бригады вооруженных сил Украины по фронту и в глубину ее территории? Известно, что полоса действия советского стрелковой дивизии в период Второй мировой войны составляла примерно 30 километров по фронту и до 20 в глубину. В послевоенное же время эти показатели принципиально не менялись. Михаил из Подмосковья. Ну так и для бригады берите точно так же примерно, как и для полка. Полка обороняет полосу до 10 километров в ширину и до 5 километров в глубину. Примерно бригада тоже самая. Чуть больше там может до 15 километров в ширину и по фронту и до 5-10 километров в глубину. Ну это мы с вами обговорим классику, которая написана в боевых уставах советского образца. Будем так говорить. Потому что сегодняшняя наша война пишет совсем новый боевой устав. И я думаю, что он будет написан по окончании этой войны. И соответственно вот эти параметры классической обороны времен первой, кстати, мировой войны. Вот эта глубоко эшелонированная оборона с построением. Это кстати то, что сегодня настроили расшисты на нашей территории. Они создали оборонительный рубеж в три линии обороны. То есть первая линия, вторая, третья. Первая позиция, вторая, третья позиция. И полосу обеспечения. То есть чистая классика советского боевого устава. Так что вот такие вот параметры. Привет из Одессы. Здравствуйте. Вопрос. Почему по вашему мнению мы не умножим на ноль порт в Новороссийске? Ведь есть чем от беспилотников до остального. Интересно, что вы имеете в виду под остальным. Также нефтепровод дружба может устать. Газопровод в Европу остановить. Мозырский нефтеперерабатывающий заболеет. Это что за такая гибридная... Что за война такая гибридная? Ну так и нам... Ну так и нам надо поступать. Я думаю, если сделать нам вышеуказанное, Раши будет плохо. Скажу так, что есть вот действительно война гибридная на сегодняшний день. И она не соответствует таким четким канонам и постулатам классической войны. Газопровод работает, потому что Европа получает газ по длительным контрактам. Долгосрочным контрактам. Вот так вот назовем это. Нефтепровод тоже самое, та же Венгрия получает, другие страны получают нефть сегодня по нефтепроводу дружба. Тоже длительные контракты. К сожалению, порт Новороссийска мы максимум что можем это ударными дронами. Что вы имели ввиду, что есть у нас беспилотники и остальное. Что значит остальное? Ракет пока нет. Пока нет. Есть заявления, политические заявления, но пока документального подтверждения того, что у нас есть ракета на 500 километров, на 400 километров, там говорилось, нет. Поэтому там нанести массированный ракетный удар по военной базе в Новороссийске нечем. Реально. Дроны могут долетать. Но вы же не забывайте, что они же тоже работают. У них тоже ПВО есть. Мы вон мост сколько мучаем, до сих пор не можем домучать никак крымский. Но думаю, что мы все равно домучим, рано или поздно. Тем более там убрали даже станцию радиотехнической разведки ИРЭП, которая должна была защищать. Уникальная, 23-го года выпуска, новейшая и чуть ли не в единичном экземпляре, выпущенная Рашистами. И мы ее грохнули с помощью наших дронов. Она уже уничтожена. Поэтому небо над мостом более-менее прояснилось. И наши дроны, наши птички могут теперь спокойно до моста долететь. Что, наверное, будет в ближайшее время осуществлено. Поэтому очень много нюансов. Где-то задействованы наши партнеры, которые нам помогают, от которых мы зависим. Они зависят от поставок рашистских углеводородов и не хотят от них отказываться. Мы зависим от поставок оружия от наших партнеров. И они нас просят, допустим, не перекрывать и не уничтожать. Так что вот такая действительно гибридная война. Недаром она так называется. Задавал этот вопрос ранее. Вы, наверное, его не увидели. Проблема, которая волнует тысячи людей. Как сдвинуть с места обмен военнопленными? Мариупольский гарнизон, в частности, из комбината «Азовсталь» уже 15 месяцев в плену. Хотя говорилось о трех-четырех. Ведь этот гарнизон дал время подготовиться к дальнейшей обороне. А впоследствии и к наступлению. Надеюсь на ваш ответ. Смотрю ваш канал. Заранее благодарен. Ой, тяжелый ответ. Да, дело в том, что мы не знаем окончательных договоренностей по «Азовстали». К сожалению, у нас политическое руководство страны так и не огласило, на каких же условиях гарнизон сдался, сложил оружие и вышел с завода. Договор, допустим, то, что руководителей, командира, точнее, подразделений забрала Турция, как третья сторона, интернацию они произвели. Так там не было договоренности, кстати, что их не возвращать. Там не было оговорено по срокам, сколько они должны там находиться, в Турции. Об этом, кстати, рассказал Эрдоган. Он в интервью на вопрос, почему, на каком основании были переданы командиры Азова Украине, он сказал четко и ясно, что никаких ограничений по их времени пребывания в Турции оговорено не было. Вот, президент Зеленский обратился к нему вернуть, он вернул. Вот и все. Поэтому там никто ничего не нарушал, никаких договоров. Но вопрос обмена пленными очень сложный в том плане, что в России, да, надо констатировать, что наших военнопленных больше. Особенно, когда рашистские войска наступали, у нас система обороны была организована плохо. На первом этапе мы фактически вынуждены были оставлять большое количество территорий, отступая в глубину страны, для того, чтобы сформировать войска и организовать оборону. Армия не была развернута на момент начала вторжения. Поэтому в этот период количество пленных было довольно большое. И их больше сегодня, наших пленных в Рашистской Федерации, больше, чем рашистов у нас. Плюс у нас есть еще проблема в том, что есть большой процент рашистских пленных, которые отказываются от обмена. Вот. И, как говорит наш главный разведчик, генерал Буданов, он говорил об этом неоднократно, что очень тяжело идут переговоры об обмене пленных. Рашистская сторона не хочет, крайне тяжело идет на обмен пленными. Но последнее его заявление очень сильно обнадеживает, что ведутся переговоры об обмене всех на всех пленных. Наших всех забрать оттуда и отдать всех российских пленных, которые находятся у нас. Ну и он так довольно оптимистично заявил, будем надеяться, что этот процесс сдвинулся с мертвой точки. А все упиралось в политическое решение со стороны Рашистской Федерации. Я так понимаю, что рашистское руководство не очень хочет отдавать наших пленных. Международные организации, такие как ООН, вы видите, тут Гутиереш только занимается вопросами Рашистской Федерации. Но не вопросами мира на земле и не гуманитарными вопросами. Здесь мы его не видим. Ну разве что в зерновой сделке, ну там деньги большие крутятся, там зерно. Вот там Гутиереш, конечно, в первых рядах. Поэтому это там никакой тут оскорбления я не вижу. Я просто констатирую факт, что генеральный секретарь ООН не занимается своими функциональными обязанностями. Красный Крест вообще не практически самоустранился от вопроса обеспечения гарантии безопасности для пленных и соблюдения конвенций не только Женевской, но и других конвенций, относящихся к военнопленным. Так что вот наши спецслужбы пытаются решить эту проблему самостоятельно. Ну и последнее заявление, еще раз повторюсь, генерала Буданова обнадеживает, что идут переговоры обмена всех на всех. Ну что ж, на этом мы с вами сегодня вопросную часть закончим. И немножко поговорим о комментариях, которые вы прислали в предыдущем видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Мы из Эстонии. Слава Украине и ее воинам. Победа будет за вами. Бейте их так, чтобы они даже смотреть боялись в вашу сторону. Смерть извергам и убийцам. Рашистам. Вот такая. Ясное дело, что нападать никто ни на кого не собирается. Самое важное морально-политическое поражение Путина и всей этой кремлевской банды. Михаил из Подмосковья. Вообще, петь Катюшу в театре, который эти условные Катюши и разрушили, убив скрывающихся там от бомб детей, это уже даже не цинизм. Это какой-то сатанинский ритуал. Как не стыдно такой великой России иметь больного на голову президента. Неужели нет в России лучших экземпляров, чем этот так ценен, что за него можно отдавать насмерть молодых и работоспособных людей? Вот такое стихотворение. Одна фамилия нашего Тараса Григорьевича Шевченко, Александр Шевченко, написал в комментарии. Какой еще потребна людям срачки, чтобы зупинить ци циничные мантры? Как демон голосом китайской співачки співав Катюшу на руинах драм-театру. Того театру в легендарной Азовстале, где были бомбы кинуты на диток. Где все с землей там кати зрівняли. И больше 600 звели зі свитин. Как бы маскаль співав свою Катюшу, у меня б дива зовсім не было. А тут китай, страмля виделку в душу, якую з маскалями гів гимно. Еще и мовою маскальською гнилою співачка оперна співала так красиво. Сміяв с китай над нашою бідою. Свит хизування посилав курсивом. І з бісом біс єднається в потрібі. Та Бога не здолав іще ніхто. Якби могло кричать високе небо, воно б Китай в ці мити прокляло. Вот такое стихотворення о трагедії в драм-театрі і исполненні пісні Катюши, китайської оперної півиці. Ось так і приходить слава. Сиділи б тихо, пілили бі свої бюджети і нефтедоларі? Нет, все не нажрутся. Надо було Україну усмірять, проведя карательну операцию. І все ж должно б быть за три дня. Вместо этого напали, як лохи в капкан. Вперед не можуть, назад ніхто не простит, остановити не дадуть. ВСУ движеться, як каток, медленно і трамбує всіх в чернозем. Остался козырь надеяться на победу Трампа. Тот, який зарані говорить, що остановить запущенний ВПК США, як утопаючий, який за пенку хватає. А интересно, як вибори в Белий дом? Виграє тот, який хоче остановити громадний зелений шлейф долларов, який пліве в сторону ВПК США. А до выборов, долго ж ждать? До этих выборов ВСУ три раза дойдуть к Азовскому берегу. А мост похоронят, і не один раз. Вот Раша попала. Было б смешно, якби не було стільки жертв і разрушений в Україні. Україна победит, тому що це земля України. Здесь українські дома, семьи, здесь дети, матеря України. Слава Україні і її мужественному народу. А Россія – куча боєвого мусора. Ердоган ведет свою игру. Знає, що зерновая сделка уплыла. Осталось подіграти бункерному і получить свої преференції. Турція не пойдет против США і Великобританиї. С последній у Турції свої многоходові варіанты. Бойці ВСУ зайняли часу опытного і змогли там закрепитися. Продолжаються бої в самому населенному пункте. Глава администрації області. До Донецького аеропорта – около 3,5 км. Умні знаходять себе друзей і союзників, а дураки постоянно іщуть себе врагів, як внешніх, так і внутренніх. Спасиба всім, хто допомагає Україні бороться з будинськими оккупантами і агрессорами. Слава Україні! Як страшно бабулечки живуть в Канаді. Ужас просто. На своїх машинах їздять. Не можуть порыцься в мусорних баках за просрочку. Ужасно все це. Я вот жил в Комсомольській Наамурі, город повышеного внимання глави России. Говно течет по улицам. Воды нет. Люди п'ють стекломой. Китайці рубят лес. Доллар по сотке. Все понятно. Полтора года войны. А у рашки проблем все больше и больше. Бензин по 60 рублей. Все по плану. И это в нефтеносной стране. Многие не понимают, откуда взялись русские и что это за народ, имеющий название не имя нарицательное, а прилагательное. Какой русский? Петр I назвал Улуз Золотой Орды Московию, Россией, а народ ее, населявший русскими, кто же населял Московию до переименования? Народы Мокша, Меря, Эрзя и Мордва, которых 500 лет дрючили татары и выбивали из этих ранее мирных народов все человеческое. Результат действий Золотой Орды мы наблюдаем сегодня, глядя на нелюди и именующих себя русскими, которые не имеют никакого отношения к Руси, Киеву, историю которой они просто украли, как сегодня крадут все то, что видят в Украине. Помните, какую истерику Китай закатил в прошлом году из-за визита Пелоси на Тайвань? Поднимал истребители, сжег сотни тонн солярки, две недели проводя военно-морские учения вокруг Тайваня, но при этом посылает своих оперных певиц в оккупированный Мариуполь петь на трупах. Русские, хватит клянчить у нас перемирие, или победите нас, или не позорьтесь в комментариях, мы нытиков не любим. Это очень хороший комментарий. В России сейчас классический фашистский режим. Как и присуще любому фашистскому режиму, у этого общества есть внешние враги. Они же сели на эту тему. Мы когда-то допобедили фашизм, и нещадно сейчас его эксплуатируют, как раз будучи фашистами. Без внешнего вмешательства Россия сама эту проблему не переживет, как и фашистская Германия в свое время. Это общество слишком милитаризировано и империализировано. Деноцификация и демилитаризация решат эту проблему. Германия это прошла. Хотелось отметить отличную работу нашего МОСАДА. Только гораздо ценнее было бы вскрывать коллаборантов заранее и предупреждать тем самым страшные последствия обстрелов, а не искать их после трагедии. Сколько бы жизней сохранили тогда? Этих нелюдей на пожизненное, но все-таки не смертельный приговор, а украинцев уже не вернешь. Для таких тварей можно было бы снять мораторий на смертную казнь. Публичная казнь для таких самый яркий урок для остальных желающих безнаказанно убивать украинцев. Надеюсь, что эта война многое поменяет и даст возможность пересмотреть, внести поправки в Украинский криминальный кодекс даже сейчас. Слава Украине! Если коротко, под огневой контроль берутся артерии логистики расистов к группировкам Васильевки, Эндергадари, а также к Токмаку вертикаль. Это телеграм-канал опубликовал. Живу в Рубцовке. На нашем заводе многие в моем коллективе план саботируют и дефектные детали ставим на изделие, чтобы хоть как-то помочь народу Украины в борьбе с русским фашизмом. Боритесь и поборете. Ну что ж, итальянскую забастовку действительно никто не отменял. Ну а мы с вами на этом закончим наш видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента, за ваше время. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео тем, кто его смотрит, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Пырмога наша, слава Украине! Редактор субтитров World